всем привет дорогие друзья подписчики а также гости этого канала представляем вашему вниманию лера кудрявцева снова развод почему распались все три брака леры кудрявцевой а также ее роман сергеем лазаревым брак популярная телеведущей леры кудрявцевой с молодым хоккеистом горе макаровым считался крепким и образцовым и вот продержавшись долгих 11 лет он дал трещину и скорее всего этот брак уже не склеить звездная особа неожиданно заявила что ушла от мужа и даже назвала конкретную причину лера кудрявцева родилась 1971 году в казахстане в семье научных сотрудников повзрослев амбициозная девушка покинула родной усть каменногорск и уехала искать лучшие жизни в столицу москву где на тот момент уже обосновалась ее сестра творческую карьеру лера начала с работы на потанцовки у популярных исполнителей а также иногда она выступала и как бэк-вокалист первые шаги на тв лера сделала в программе партийная зона на тв6 куда ее устроил известный артист игорь верник с которым у нее по слухам на тот момент был роман попав в этот проект она тут же стала популярной несмотря на провинциальный городок и непосредственное поведение в кадре зрители очень сильно полюбили симпатичную девушку за ее дерзость задор и энергетику которые в 90-е ассоциировались со свободной и глотком свежего воздуха считались на тот момент лера была искренне такой как и все мы из народа карьера леры быстро пошла в гору она поработала над речью научилась профессионально держаться в кадре в общем очень быстро она стала профи ведущей она работала на мус тв и тнт и на других крупных телеканалах а ее романы со знаменитостями делали ее еще более популярной постоянно подогревая к ней интерес впервые лера вышла замуж очень рано 19 лет ее супругом стал барабанщик известной группы ласковый май сергей ленюк с которым лера познакомилась еще на родине вуз каменногорске музыкант приезжал в казахстан с гастролями а молоденькая лера тогда вела концертный местном доме культуры после свадьбы у пары родился сын которому дали интересное имя жан лера была поклонницей популярного на тот момент жан-клода ван дама вот и решила так назвать своего сына муж постоянно уезжал на гастроли где веселился с фанатками а молодая мама сидела дома с ребенком и его ждала эта роль не совсем ей нравилось и через пару лет узнав о многочисленных его изменов лера ушла после развода будущую звезду накрыла депрессия и алкогольная зависимость но в итоге лера сумела взять себя в руки и с головой смогла уйти в карьеру через 14 лет после ее первого брака поклонники узнали о том что лера снова замужем на этот раз ее избранником стал бизнесмен матфей морозов их отношения были гладкими хотя муж и пропадал круглыми сутками на работе однако через пару лет выяснилось что муж не чист на руку он предлагал клиентам импортные автозапчасти под заказ брал с них деньги и немалые а потом пропадал к тому же оказалось что он жил по поддельным документам когда мужа арестовали этот брак распался на этот раз лера недолго оставалась одна ее стали то и дело замечать в компании популярного молодого красавца певца сергия лазарева с которым она познакомилась на конкурсе новая волна их нежное и тесное общение явно говорила о романе вскоре сергей и лера сами открыто об этом объявили что они являются парой не леру не сергея не их поклонников не смущало то что лера намного старше своего избранника ведь выглядела лера явно моложе своих лет отношения которые к слову они регистрировать не стали продолжались года четыре после чего по каким-то причинам эта пара рассталась буквально через год после расставания с сергеем лазаревым лера уже пошла под венец ее третьим супругом стал хоккеист игорь макаров пара познакомилась в ресторане молодой человек увидел знаменитость сидящий за столиком в окружении подруг выпил для храбрости и решил подойти познакомиться несмотря на то что лера старше его на 16 лет у них быстро завязались романтические отношения которые вскоре закончились бракосочетанием именно этот брак мог стать последним в жизни леры ведь отношения у игоря и леры были очень искренними они не переставали признаваться во всех интервью как сильно любят друг друга более того союз продлился рекордно долго в сравнении с прошлыми неудачными браками леры что опять же говорила сама за себя в этом браке родилась дочь мария прошлом году 1 сентября лера выложила в соцсети совместное фото с любимым супругом и пятилетняя дочка и написала что они провожают дочку в гимназию видимо на дошкольное отделение на снимке эта семья выглядела вполне счастливой эта фотография закрыла рты многим скептикам которые уже давно подозревали что и третий брак леры близится к закату и что супруги уже фактически не живут вместе до этого поводом для подозрений стали публикации леры на ее страничке в соцсетях она постоянно выкладывала фотографии в обнимку со знаменитостями мужского пола конечно же все это выглядело как обычные дружеские фото с друзьями семьи или коллегами по цеху например со ведущими концертов различных телешоу которых лера активно участвуют однако подписчики леры задавались вопросом а почему это кудрявцева будучи счастливой женой и мамой совсем не публикуют фотографии с любимым мужем другие внимательные поклонники и журналисты подлавливали леру на откровенных интервью которых она говорила что в союзе игорь старик а она молодая она объясняла что муж у нее очень серьезный и даже немного занудный что он любит сидеть дома и ему ничего не надо конечно же сама она по характеру совершенно не такая впрочем после таких откровений она неизменно добавляла что несовпадение темпераментов характеров ничего не значит и все равно они вместе счастливы однако последнее время это разница в образе жизни супружеской пары становилась все заметнее игорь окончил карьеру в спорте и судя по всему еще не определился чем будет дальше заниматься лера же постоянно пропадала на телевидении на светских мероприятиях все ее мысли были о работе и в работе она постоянно находилась в гуще событий шоу-бизнеса на этот новый год лера уехала в дубай с дочкой без мужа при этом на фото и видео с веселой поездки она совсем не выглядела скучающий по мужу но подписчики ведущие в соц сетях снова стали одолевать ее каверзными вопросами где же глава семейства и вот 12 января лера написала в своем телеграм-канале что 11-летнему браку все же пришел конец сообщив о том что она ушла от супруга алкоголь и зло . так она прокомментировала свое решение что же случилось на самом деле есть несколько версий сама лера однозначно дала понять что разговаривать журналистами на эту тему она сейчас не готова и попросила прессу по этому поводу ее не беспокоить мол все что им следует знать она уже написала однако люди в окружении леры выдвигают несколько версий того что могло стать причиной разрыва отношений первая версия супружеская неверность не лера не ее муж не давали явных поводов для таких подозрений но в их в окружении не исключают что при том что огонь страсти в их отношениях явно угас измена со стороны либо леры либо самого игоря вполне могла произойти возможно в процессе бурного обсуждения этого факта супругом экс-хоккеист перебрал спиртного что лера и выдала за официальную причину своего ухода вторая версия рукоприкладство в результате перебора со спиртным лера однозначно дала понять что ее муж пристрастился к алкоголю учитывая его статус спортивная карьера окончилась мужчина чувствует себя неприкаянным ненужным ведь жене с ним скучно вполне логично что скрашивать свои дни он мог за занятием распитие алкогольных напитков однако в сфере бомонда спиртное это не редкость значит само его употребление мужем леру не должно было так шокировать и наконец третья версия совсем прозаичная брак игоря и леры просто не выдержал испытания временем они очень разные и дело даже не в возрасте а в их образе жизни и конечно же характерах и темпераменте судя по всему бывший хоккеист хотел спокойной семейной жизни без внимания прессы гулянок до утра без тусовок а его жена это продолжение банкета кроме того его как главу семьи явно тяготило то она популярнее его и больше зарабатывает в итоге их отношения себя просто исчерпали вот такие версии судя по всему решение оставить супруга лера приняла еще давно но во всяком случае после официального объявления об уходе от мужа она спокойно поехала работать в этот день лера принимала участие в записи концерта дискотека суперстар коллеги и журналисты которые наблюдали за лерой за кулисами не заметили что она чем-то огорчена она с аппетитом выбирала еду в буфете и много улыбалась возвращаясь домой с концерта лера кудрявцева записала из машины небольшое видео для интернет подписчиков в нем она улыбаясь назвала себя страшной старой мерзкой отвратительной и ужасной особой произнесено это было с явно ирония и с вызовом мол посмотрите разве я похожа на такую в общем теперь остается ждать нового витка в личной жизни леры кудрявцевой последние недели ведущая лера внимательно следит за тем что происходит в жизни ее коллег из шоу-бизнеса и на каждое событие у нее конечно же имеется свое мнение которое может отличаться от общего так например когда все бросились осуждать милявскую лолиту за участие в скандальной вечеринке настей ивлеевой лера кудрявцева открыто ее поддержала дорогие мои пишите свое мнение в комментариях что вы думаете по этому поводу а я всех благодарю за внимание желаю вам всего самого доброго всего самого замечательного берегите себя и своих близких и будьте счастливы всем удачи божьей благодати божьего благословения ангела хранителя успехов всегда и во всем до новых встреч и всем пока пока